Здравствуйте, мои дорогие юные друзья, а также их родители. Мы с вами наконец-то доползли до уже шестого класса. Что это значит? Spotlight 6. Вот так он выглядит, такой вот зелёненький, как все говорят. Когда спрашиваешь, какой у вас с вашего ребёнка учебник? Ой, не знаю, такой зелёненький. Я, конечно же, должна сразу понять, что имеется в виду. Вот, ну приходится понимать. С чего состоит этот УМК? Так же, как учебно-методический комплекс. Так же, как и почти все, это Spotlight, Students' Book, это Workbook к нему. Это стандартный набор, да, независимо, где бы вы, в каком бы вы классе ни были. Test booklet, то же самое, стандартно входит в этот набор. Reader вынесен, начиная с пятого класса, Reader for Spotlight вынесен в отдельную такую тоненькую книженцию. На самом деле, к сожалению, они сюда оригинал не вставляют, даже кусочки оригинала с произведения не вставляют, а могли бы, потому что там, ну пусть произведение сложное, например, Alice's Adventures in Wonderland, но могли хотя бы какие-то экстракты добавить. Вместо этого они просто пересказали, двумя словами пересказали то, что вообще непереводимо, нельзя пересказать. И самое маленькое, но самое сложное, это как раз вот эти тренировочные упражнения в формате АГА, ГИА, за шестой класс. Написано за шестой, а по факту там восьмой-девятый, его не все понимают, не все читают, не все тянут. Они просто нашпиговали этот учебничек, так сказать, кучей текстиков, которые просто выцепили, видимо, с интернета, невидимо, я даже их находила потом в интернете, в Википедии, там и в разных других местах, без особой обработки. Поэтому здесь словарный запас опережает в шестой класс, я же говорю, года на два, на три. С одной стороны, это даже хорошо. Почему? Потому что отсюда вы берете как раз свою лексику, вокабуляр дополняете, потому что в самом учебнике шестой класс, он еще такой слабенький. Он так же, как в пятом, в нем тоже есть 10 модулей, они тоже весьма-весьма просты, одни картинки, в общем, как всегда, не будем о грустном. Получается, откуда же взять больше информации? Ну вот я в свой ворбук, вот он наш, сопровождение наше к шестому классу, все слова опять выбрав как бы со всего курса, и опять вам говорю, что больше всего даст прирост в слов, это вот эти вот текстики. Они, возможно, у вас необязательные, но во многих школах их действительно используют. Вот откуда взялись вот эти 1250 новых слов. Потому что в самом учебнике прирост идет минимальный процентов, ну не в процентах, а даже в абсолютных словах, в абсолютном количестве примерно 50-60 слов на модуль. Это очень-очень мало, я не устану об этом говорить. А вот эти 1200 слов пятого класса и примерно 1256, вот они как раз взяты из дополнительных, вот из сборника упражнений. Что еще могу сказать? Принцип работы тот же. Мы разбираем досконально, до последней буковки, до последней запятой, весь, абсолютно весь вот этот вот учебный комплекс. В моих видеоуроках вы вместе со мной прописываете вот эти все слова, которые здесь в начале юнита, вы их прописываете, перевод пишите, потом в конце модуля я подвожу итог, и мы берем все-все-все модульные слова, которые здесь были. Там их может быть и 100, и некоторых даже чуть побольше, там и 50, и больше слов может быть на модуль. И мы с ними составляем предложения, составляем связанные тексты. Это один из лучших способов запоминания незнакомых новых слов для вас. Или даже старых, но забытых. Вы берите потом свои слова, а с них делайте еще новые тексты, еще новое предложение, шикарный метод, работает отлично. Особенно в условиях, где вас не с кем потренировать, у вас практика вот этого практического навыка, спектинг, нет, куда взяться. То есть только вот таким вот обратным переводом одно из самых лучших упражнений, не устаю в этом повторять. Что нас ждет дальше? После шестого мы, естественно, сразу же выкладываю по два модуля, седьмой, восьмой и далее, чтобы мы все успевали, чтобы все 11 классов примерно шли одинаково, догоняя школу. Сейчас вот каникулы, да, это примерно два-три модуля вы уже должны пройти, вместе в ноябре уже будет три. И таким образом вы даже уже на опережение должны выйти. В этом моя цель, чтобы вы шли всегда на один шаг вперед, one step forward, да, чтобы было такой вот, такой teaching, inverted teaching, такое обратное такое обучение, когда вы сначала дома прорабатываете, уже материал вам знаком, уже все слова вы знаете, а в школу вы ходите просто, просто это закреплять, отрабатывать, просто в школу надо ходить пообщаться с друзьями. Вся остальная учеба — это ваше личное дело. Вот я обобщу, не только к английскому. Это такое вот reverse teaching, когда вы сами по учебникам смотрите наперед, работаете, ищете, потому что в школе язык не вы, да не только язык, а другие предметы, самостоятельное. Процесс обучения всегда индивидуален, всегда. Хоть вы один сидите один на один с преподавателями, с компьютером, хоть вы в группе из 30 человек, хоть вы в потоке, хоть вы, где бы вы ни были, хоть на курсах каких-то онлайновых или оффлайновых, обучение всегда индивидуально. То есть, что я имею в виду? Только вы, только через ваши глаза, ваши уши, через ваши органы, так сказать, восприятия, только вы возьмете именно столько информации, сколько возьмете. Как бы там ни распинался преподаватель, какой бы ни был хороший учебник или плохой, абсолютно на разных детях будет абсолютно разный результат. Поэтому не надеемся на школу, берем сами, учим, распечатываем, скачиваем. У меня в ВКонтакте написано, подвешено все под видео, где вы можете ее достать. Триал-версию скачайте. Главное, начните, начните, и потом вы поймете, что это действительно работает. Это уже откатано, я уже это все, так сказать, эксперименты поставила на своих студентах, очень неплохо получается. Смотрят, пишут вместе со мной, у них получается и озвучка всех слов, озвучка предложений, они уже слышат, как это правильно читается, нет вот этих ошибок, заученных, когда вот это комплэта, вместо комплейт, когда вот это айкнов, дети в 10 классе говорят, потому что они их никто ни разу за всю жизнь не поправил. Вот они привыкли, как увидели, так это и запомнили, это выражение, к сожалению. Вот, и самое главное, вы слышите, видите и делаете это вместе со мной, потому что, когда даешь на самостоятельное, мало кто доходит до того, чтобы действительно это все выписать и самому прописать. Вы включили кнопочку, у вас видео длится там 15, 20, 30, некоторые 45 минут, потому что уже старший класс и большой объем, но вы вместе со мной это проработали, и вы четко знаете, вот конец первого модуля, он будет через 45 минут. В школе вы будете это проходить месяц, а со мной вы это пройдете за 45 минут. Сами посчитайте свою выгоду по времени, свою выгоду по результату, когда вы поймете, что действительно это работает, и результат есть, 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 и он будет только улучшаться, потому что всю младшую школу, вот в предыдущих плейлистах я выкладывала сборник, когда все 4 класса в одном, вы можете пройти всего за несколько десятков часов. Вам уже не надо проходить абсолютно все видеоуроки вот подряд, вам будет скучно в первом классе, но слова с первого, второго, третьего, четвертого класса, вот эти вот spotlight words, плейлистом одним, обязательно пройдите. Вы удивитесь, сколько всего вы там недоучили, и вот эти все теперь вот ваши вот это вот, но фундамента нет, а на него надо накладывать уже новые слова, а у вас там дыра, так сказать, белые пятнышка такие вот, которые вам просто портят жизнь, и очень нелюбовь к языку, и вообще нелюбовь к предмету рождают, потому что вместо того, чтобы чувствовать себя уверенно и хорошо на занятиях, все боятся, что их будут вызывать к доске, потом они боятся, что их спросят, потом они просто тупо уже начинают ненавидеть этот предмет, и до истерик доходит, это правда, это я наблюдала, видела, бедные детишки. Мне хочется, чтобы эта ситуация была изменена раз и навсегда, чтобы вы, просто открыв учебник и просто нажав на кнопку, надев наушники, там где-то видео может быть чуть тише, где-то чуть громче, и вообще любое учебное видео надо слушать в наушниках, чтобы вас не отвлекал телевизор, инстаграм в телефоне, крик младшего братика, свист на улице и вот подобные вещи, вы изолировались, самоизолировались у себя уже на самоизоляции, надели наушники и проработали. Раньше были так называемые лингофонные кабинеты в университетах, это когда действительно надевались наушники, только там это можно было сделать, это была такая редкость, туда было не попасть, то есть вы больше нигде не могли услышать, пластинки на вес золота буквально были, а у вас сейчас с каждого утюга, скоро в буквальном смысле будет с утюга, вот интернет вещей, скоро у вас уже утюг будет вещать ютюбом и связываться с холодильником, пожалуйста, пользуйтесь, алло, вот вам бесплатно выкладывает человек с потрясающим опытом, я сейчас о себе так не скромно, преподавание знаниями обширнейшими, просто обширнейшими знаниями не только в языках, вы это увидите в видео, услышите, просто с вами делятся, просто берите и пишите, и у вас вся школа, все 10 классов, 11 даже, проходится за год, если вы в старшей школе, если вы в младшей школе, в первом, там, втором, третьем классом, то вы младшую школу наперед проходите, ну реально за год, там, за полгода даже, еще можно быстрее, если смышленый ребенок, и если его усадили, и показали ему, что так можно было, а так можно было? Да, так можно было, и было, есть и будет, я надеюсь, все, пока, до встречи уже в седьмом классе, там будет еще чуть-чуть больше, там еще более длинные юниты уже будут в самом учебнике, а восьмой там прям вообще хорошо, а девятый самый сложный, самый объемный, самое смешное, что самые простые будут десятые, одиннадцатые. Там абсолютно уже весь комплекс представляет собой просто student book и просто workbook. Там уже никаких дополнительных вот этих вот грамматических тренажов, разборников, упражнений уже ничего не будет, потому что вы в девятом ГИА как бы должны этим экзаменом закрепить Б2. Я надеюсь, вы его даже закрепите еще раньше, потому что если вот так работать, как я говорю, интенсивно и действительно работая со словами активно, вы бы два в шестом классе спокойно сделаете. Я это делала со своими учениками, пропагандирую, всем на это настаиваю, что так можно, нужно, и это единственный верный способ учить язык. Быстро в младшей школе еще его учить, а со шестого начинать уже второй, третий, то, собственно, мы и делали там немецкий теперь учим, потом испанский тоже параллельно. То есть это все реально, все возможно. Все, пока-пока, до следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok